Агентство «Спутник Армении» несколько недель назад обнародовало списки военнопленных, которые были призваны на воинскую службу из Армянской ССР и погибли в нацистских концлагерях во время Великой Отечественной войны. Новость об этом помещена в виде ссылки по размещенному на сайте баннеру. Речь идет, в основном, о военнопленных, содержавшихся в нацистских концлагерях, большинство из которых там и погибли. Некоторые спаслись чудом, но затем попали в другие лагеря, подведомственные уже советскому НКВД. В списках обнаружены имена 700 с лишним человек, которые считались без вести пропавшими со времен Великой Отечественной войны. Обнаружить их удалось благодаря проекту «Возвращение имени», которым руководит российский поисковит Григорий Скворцов. Благодаря обнародованным фамилиям, удается еще раз опровергнуть ложь армянской пропаганды о том, что из Армянской ССР призывались в основном только армяне, якобы потому, что других народов здесь практически не проживало. Об этом сказал политолог Фуат Ахундов. При этом, армянская пропагандистская машина показывает количество армян, призванных из Азербайджанской ССР, тем самым стараясь показать, что именно армянский народ является главным героем и народом победителем фашизма на Кавказе. Однако, благодаря обнаруженным спискам, опубликованным как раз на спутник Армении мы можем убедиться в том, какое большое количество азербайджанцев из Армянской ССР отдали свои жизни в Великой Отечественной войне, в боях, а также в фашистском плену. Согласно обнародованному списку военнопленных из Армянской ССР, из 700 с лишним человек, свыше 80 военнопленных, то есть более 12 процентов, азербайджанцы. При этом свыше 70 процентов военнопленных азербайджанцев, жителей Еревана, подчеркнул Фуат Ахундов. И это, несмотря на изгнание азербайджанцев в течение 19-го, 20-го веков из упраздненной ереванской губернии, ставшей затем Армянской ССР, ведь не стоит забывать, что в начале 19 века армянское население, там составляло около 15 процентов. К тому моменту уже началось присоединение региона к царской России и массовое заселение сюда армян из Турции, Ирана и Ближнего Востока. Все это происходило на фоне изгнания и вытеснения азербайджанского населения. В результате, этой переселенческой политики на территории нынешней Армении, количество азербайджанского населения упало к середине 20-го века до 15 процентов, а в конце 20-го века сошло к нулю. Как отмечает Фуат Ахондов, к концу 20-го века Армения стала самым моноэтничным государством в мире с населением, почти на 99 процентов состоящим из армян. С конца 19-го, начала 20-го веков начался новый этап заселения армян из Османской Турции на Кавказ и, в частности, в Ириванскую губернию, затем ставшую Армянской ССР, армян затем заселяли в опустевшие азербайджанские села, жители которых подверглись изгнанию и массовому террору со стороны Дашнакских банд. Одним из доказательств пришлось тесюда армян, являются архивные документы. Изучая материалы советского периода времен Великой Отечественной войны 1941-1945 года, можно наглядно убедиться в этом, заглянув в российскую электронную базу «Мемориал», где собраны данные о погибших и пропавших в Великую Отечественную войну. В частности, из донесения Вединского РВК Армянской ССР от 4 марта 1947 года, где дан список погибших и пропавших без вести, видно, что большая часть армян, проживавших в азербайджанских селах, являются переселенцами из Турции. Подобная же картина четко прослеживается и по другим районам Армянской ССР, резюмировал Фуат Ахундов.